Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРА-7. Пульты, шнуры, батарейки, аккумуляторы, запчасти и аксессуары для сотовых телефонов, электронные конструкторы, паяльное оборудование, измерительные приборы, светодиодная продукция. Всё это и многое другое. Отличного качества. По хорошим ценам в магазине «Алми». По адресу ТРЦ Максимум. Пролетарская, 15. Телефон 37 38 27. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Начало 11 на часах. Всё верно. Это программа «Открывашка». Доброе-доброе утро. Всем ребятам привет. Мальчишкам, девчонкам, родителям, бабушкам, дедушкам и так далее. Меня зовут Владимир Сметанин. Если вы впервые слышите нашу программу, то я немножко скажу о том, что собой она представляет. У нас есть интересная тема, у нас есть интересные гости. Мы в течение программы задаём вопросы, не очень сложные. Вы на них отвечаете, звоните нам по телефону 211-101 и в том случае, когда правильно отвечаете, получаете призы замечательные. У нас книжки всевозможные есть, билеты на те или иные мероприятия, на концерты, в кино в том числе. Так что 211-101 вооружайтесь. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Ну и если у вас есть возможность прямо сейчас зайти на сайт эхокирова.ру, то обязательно это сделайте. В этом случае вы попадёте в нашу компанию. У нас здесь видеокамера есть в студии. И вы будете видеть и слышать то, что у нас происходит. Эхокирова.ру, наш сайт, видеотрансляция, соответственно. Как обычно, я не один здесь. У нас целая команда ребят. Я сейчас их представлю. Ну давайте я начну всё-таки с новичка в нашей команде, да. У нас сегодня новичок, её зовут Ева Кравцова. Ева, привет. Привет. Расскажи немножко о себе. Поближе к микрофону. Расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет, где ты учишься, чем ты увлекаешься? Я учусь в школе ВГГ в третьем классе. Мне 10 лет. 10 лет. Я очень люблю всех животных. Всех. И слонов, и крокодилов, и джемотов, и мышей, и так далее. Кроме тараканов. Кроме тараканов. А у тебя дома есть животные? Кошки. Немного пауков. Немножко пауков? Настоящих, живых? Да. Ничего себе. Хорошо. Ну мы чуть позже ещё поговорим. Я компанию «Еви» сегодня составляю два добрых молодца. Но они уже не новички в нашей студии. Саша Копылевич. Саша, привет. Привет. Да. Ты в тему, что называется. В теме, что называется. Да, да, да. Чуть позже мы озвучим нашу тему. И Дима Ряпов с нами тоже с вами. Дим, привет. Здравствуйте. Так, мальчишки, расскажите, что с вами интересного случилось за последнее время, за последние дни. Желательно не только про учёбу рассказывать. Дим, вот за пределами школы что у тебя происходит? Всё хорошо. Всё хорошо? Да. Ну, ты чем-то занимался, какие-то дела у тебя были на этой неделе, кроме школы? Книжки читал. Книжки читал. А ты ходишь куда-то, кстати, занимаешься? В бассейн ходишь. В бассейн ходишь. Вместе с этим молодцем, добрым. А, понятно. Понятно. Так что вы не расстаётесь. Нет. На протяжении недели. Хорошо. Как в бассейне? Каким видом умеете плавать? Третье место по соревнованиям. А я в стороне Анях не участвую. У меня индивидуальный тренер. А, интересно. Саша, ну у тебя-то как дела? Расскажи. Каких оценок нахватал за последнее время? Не самых лучших, но у меня третье место по соревнованиям по плаванию и третье место за проект в школе. За проект? Да. Расскажи, пожалуйста, про проект, что за проект? Проект про истории телефонов Ноки. Проект истории телефонов Ноки. Я принёс коробки. Это ты сам такую тему разработал или тебе задали её? Нет, я сам её придумал. Я принёс коробки, телефоны, сделал презентацию и текст был. Текст я выучил, я всё рассказал и получил третье место. Слушай, а это в рамках какого предмета вам задаю? Это опыт проектной деятельности. А, да. Что-то хочешь добавить? В ноябре у меня вот был проект «Золотое сечение. Есть ли красота в математике?» В ноябре мы рассказывали. Это у пятиклассников, а я в шестом же. А ты в шестом? Ты уже взрослый. Мяу. Да, не зря Саша мяукает, потому что сегодня тема у нас замечательная. Анонсировалась, если вы в курсе, да, уже, конечно, в нашем эфире. И у нас в студии гость. Да, у нас в код. Мы сегодня будем говорить про наших замечательных, любимых домашних питомцах. Сначала мы немножко поговорим о кошках. Ну, как немножко? Поподробнее попытаемся поговорить. И о собаках тоже. И о собаках тоже будем говорить. Действительно, у нас в студии кот. О том, как его зовут, сколько ему лет, какой у него характер, нам расскажет Роза Орлова. Это главный ветеринарный врач клиники биосферы. Давайте ее поприветствуем. Роза, добрый день. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что к нам заглянули сегодня. Судя по тому, как ведет себя кот, он сидит сейчас на ваших коленях. Я делаю вывод, что он таким достаточно сдержанным характером обладает. Он спокойный. Расскажите, пожалуйста, про него. Как его зовут? Его зовут Тимоша. Ему 13 лет. Он живет непосредственно у нас в клинике. Это наш символ. Живет он давненько. У нас лет 5, может даже чуть больше. Очень спокойный, очень уравновешенный, очень добрый, очень отзывчивый. Но ребята успели уже его погладить. Ребята уже облюбили его, обласкали. И он, в принципе, этому рад. Он всегда рад у нас. Очень любит ласку. И вниманием. Да, видимо, он не обделен вниманием. А можно кота к нам? Нет, давайте все-таки он у хозяйки будет сидеть на коленях. Он, видимо, не обделен вниманием, да, часто? Нет. Часто к нему люди подходят, гладят его, взрослые, ребята. Как он вообще настроен к людям? Он приучен, в принципе, к людям. Он всегда к ним позитивно. Но предпочтение отдает женскому полу. Женскому полу? То есть девочек больше любит? Да, девочек будет любить больше. К мальчикам он очень осторожен. У нас есть в коллективе тоже мужчины, поэтому он к ним всегда осторожен, а к девочкам более открыт. А он девочка или мальчик? Что-что? А как вот девочка или мальчик? Мальчик, раз Тимоша. Вот Тимоша. Тимоша, Тимоша, Тимоша. Мне ему уже понравилось. Но вы еще маленькие мальчики, ребятки еще. Ну, видимо, Тимоша с высоты своих, так сказать, лет как-то вот очень рассудителен и осторожен в отношении мужчин. А у нас ученицы по русскому языку коту исполнилось 18. Какому коту? Коту? 18? Да, коту 18 исполнилось. Розда, скажите, а вообще коты, кошки, сколько средних живут? Ну, вот в нашей практике, в нашем опыте долгожители 23-24. Ничего себе. Ну, это редко. Я раньше слышал, что он в районе 15 лет. Да, средний возраст сейчас 12-15, а вот именно долгожители, как люди, которым 100 лет, вот то же самое, есть 23-24, эксклюзивные. И у собак тоже до 25 был случай. А с чем это связано, продолжительность жизни животных? Продолжительность может быть связана с условиями содержаниями, с заботой. Чем лучше? Чем лучше, да. Ну, и плюс сейчас, почему в среднем возрасте укоротился экология, все равно тоже немалую роль играет. Питание. Питание, конечно же. Да. Дима, ты хочешь спросить? Хозяева тоже. А у меня две собаки. Одной 8, а другой 3. Хорошо. 8 лет и 3 года, соответственно. Да. Ага. Ну, про собак мы чуть позже поговорим. Роза, я вам предлагаю сразу же задать вопрос нашим слушателям, юным. 211-101, вы сейчас зададите этот вопрос, а Ева следом же озвучит тот список призов, из которого можно будет выбрать что-то подходящее. Давайте озвучим вопрос. 211-101, напоминаем наш номер телефона. Вопрос. Вопрос. Про кошек? Про кошек. С какого возраста можно вакцинировать кошек? Делать первые прививки? Ну, у меня встречный вопрос. А какие прививки нет? Ну, кто немножко в этой теме, кто читал, как ухаживать, как заботиться о них, то, в принципе, должны знать. Прививки делаются от инфекционных заболеваний, и желательно, даже нежелательно, уже обязательно, прививка от бешенства. Итак, еще раз повторю, 201-101, звоните, отвечайте. С какого возраста, соответственно, возраста кошки? Кошки. Да, с какого возраста кошки. С какого возраста кошки нужно делать прививки? Можете подсказывать, вернее, подсматривать где-то подсказками, пользоваться родители, родители, помогайте своим ребятам. Если у вас есть домашний питомец, кот, кошка, то, я думаю, что вам не составит труда правильно ответить на этот вопрос. Главное, дозвониться, 211-101. А сейчас Ева... А скажите, а вот собак, собак и кошки надо как бы в один возраст сделать прививки от бешенства, от инфекционных заболеваний или как-то по-разному у них? Да, подсказка, с одного возраста, одинаково, что кошкам, что собакам. Ева, тебе слово, озвучь, пожалуйста, перед тобой лежит лист. Просто читай, что там записано. Да, там написано, что за призы, поближе к микрофону. Давай. У нас есть призы. Все о кошках, книга, справочник умного хозяина, детская энциклопедия собаки, энциклопедия животной России, энциклопедия для любознательных, что, зачем и почему. Холли Веп, щенок Сид или лучший трюк, билеты в кинотеатр Киномакс, приглашение на спектакль, волшебное колечко в театре нас с Паской, приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия, приглашение на экскурсию в музей мороженого Артика. Да, вот это тот список призов, которые сегодня у нас в открывашке. У нас звонок. Так, секунду. Будем принимать звонок. Алло, здравствуй. Как тебя зовут? Кто, Дима, ты будешь общаться? Давай, общись. Здравствуйте, у меня зовут Сивова. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе ты учишься? В 18-й. Какой? Мы хотим услышать ответ на вопрос. В 3-й, 4-й неделе жизни кошки. Неправильно. Роза, подключайтесь. Неправильно? Неправильно. Позже, раньше? Позже. Позже, позже. Сивова, мы тебе даем еще один шанс. Позже. Специалист говорит, что не слишком верный ответ. Рановато. Еще маленькие, не очень. Да. Давай еще вариант. Сгода. Это уже слишком поздно. Поздно? Да. Ну вот подели пополам, Сива. Подели пополам. 6 месяцев. 6 месяцев? Нет. Тоже позже? Еще раньше? Раньше. 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 Сива, мы не хотим тебя отпускать. Мы хотим, чтобы ты запомнил. Запомнил, да. Запомнил. Ну, давай еще вариант. У него 3 месяца. Сколько? 3 месяца. Да. 3 месяца. 2-3. С 2-3. Вот. Отлично. Сива, ты запомнишь, да, ныне что? С какого возраста? Запомнишь? Да. 2-3 месяца. 2-3 месяца. 2-3 месяца, да. Самый подходящий период для вакцинации, для прививок. Так. Ты запомнил, что мы сегодня разыгрываем? Что ты хочешь получить? Билеты на музей Арктика. Билеты в музей Арктика. Приглашение на экскурсию в музей мороженого. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Тебе сейчас объяснят, как забрать эти самые билеты. Ева, ты не взяла с собой? Ручку. Ручку не взяла? Ну, чтобы помечать. Артем, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Артему, есть у нас ручка? Можно мне ее передать? Быстренько. Давай. Апа, поймал. Помечай, что это у нас разыграно. Хорошо? Итак, продолжаем наш разговор. Так, Саша задать вопрос хочет. Да. Так, ты в гости хочешь задать вопрос? А какой смысл разыгрывать приз, если в любом случае человек побеждает? Надо же, чтобы иногда проигрывали люди. Проигрывали? Да. Ну, у нас же добрая программа. Утренняя. Зачем с утра настроение портить нашим слушателям? У нас же она познавательная программа. Да. В любом случае, мы же узнаем что-то новое. И вне зависимости от того, он правильно или неправильно ответил. Главное, мы даем тот самый ответ. А тогда зачем он называется розыгрыш призов? Розыгрыш призов, это когда человек не делал, если правильно, с первого раза той модели. То есть ты предлагаешь все-таки как-то жестче относиться к этому. Не умничайся. Там никто же звонить не будет, если такое правило мы живем. Хорошо. Давайте все-таки обратим внимание на нашего сегодня усатого, хвостатого гостя. Тимошка. Даже он на вас отреагировал, посмотрел. Очень нравится. И можно к нам. Он запутается. Замечательный. Елеза. Расскажите, Роза, пожалуйста, о том, он какой-то породе принадлежит? Да, у него есть персидские корни, поэтому он полуперс. Полуперс. Полуперс у нас, да. Ребята, вы слышали о том, что есть такая порода персидская корня? Да, они обычно белые с черной мордочкой. Это зямские, по-моему, с черной мордочкой. Нет, и у них еще этот хвост тоже черненький у персов. И мордочка у них немножко приплюснута, у персов. Это и характерная особенность. А у него немножко вытянута, поэтому он наполовинку. Вот эта порода персидская, она характер кошек, котов этой породы. Какие черты такие разные? Они хорошие, плюшевые внешне, но своенравные. Если что не по ним, они обязательно дадут об этом знать. То есть могут и царапнуть, могут укусить и могут пошипеть. Это относится и к котам, и к кошкам персидской породы. Да, да. А собаки никогда не укусят своего хозяина. Это, наверное, знают, да? Ну, когда как. Наверное, да, когда как. Как воспитать? Что любит Тимоша кушать? Тимоша любит у нас кушать сухой корм. И хлебушек. Да, и в последнее время он стал любить черный хлебушек. Как я. Конечно, нежелательно кормить хлебушек кошек, но в связи с исключением мы ему немножко даем. Это как лакомство ему получается. Давайте уж тогда расскажем, как и чем, как правильно кормить кошку. Правильно кормить кошку. В зависимости еще от возраста, конечно. В зависимости от возраста. Начнем тогда с молодых. Котят, которые до года желательно кормить сбалансированными полнорационными кормами, которые супер премиум класса, которые содержат уже все необходимые питательные вещества, витамины, минералы, ну и по составу они более или менее сбалансированы. Если многие считают, что корма – это зло, это вред, но это ошибочное мнение. Если не хотят кормить кормами, пожалуйста, есть натуральная еда, натуральная пища. Что это? Но это мясо, в первую очередь мясо, каши, каша – источник углеводов. И кисломолочные продукты – это источник, соответственно, кальция, фосфора, непосредственно минералов, которые необходимы. Но не всем котам же мажем молоко. Молоко, да, но молоко – это молоко, а есть кисломолочное. Кефир, сметанка, йогурт, да. Но котам нежелательно сладкое, поэтому йогурт можно не сладко. Почему? Сахар, избыточное количество сахара может вызывать аллергию и могут быть у возрастных животных последствия сахарный диабет. Ух ты как! Вот, да, даже так. Дим, ты хочешь спросить? Нет, а вот я читала тоже, у меня есть книжка, то, что 200 граммов чёрного шоколада может убить животное. Да, может, потому что там большое количество кофеина. То есть если 200 граммов животное съест, то оно погибнет? Теоретически, да, но никто таких опытов не делал и не стал, и не пробовал. И слава богу. И слава богу, да. Никому не советуем. Не то, чтобы не советуем, а запрещаем категорически. Давайте дальше продолжать играть. Ева, я хочу тебя попросить задать вопрос нашим слушателям. У тебя вопросы сегодня замечательные. Мальчишки тоже чуть позже будут задавать свои вопросы. 211-101. Озвучь, пожалуйста, вопрос. Зачем кошки усы? Зачем кошки усы? Для красоты. Нет, неправильно. 211-101. Ребята, набирайте номер нашего телефона. Скорей, скорее. Призов у нас очень много. И, кстати, вот к тем призам я хочу сделать дополнение. Мы еще и собираемся разыграть подарочный сертификат. Сертификат на посещение вятского квеста. Для команды, состоящей из 5-6 человек. Вятский квест – это увлекательная игра в специально подготовленных помещениях. Необходимо выполнять задания за заданием. Разгадывать загадку за загадкой. И побеждают самые находчивые и эрудированные ребята. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть этот приз? Вот этот самый подарочный сертификат. Мы последовали примеру Димы Рябова. Дим, да. Помнишь, ты озвучивал поэму у нас в эфире? Так вот, ребята, напишите стихотворение о нашей программе, о программе «Открывашка» с хэштегом «Открывашка.Эхо.Кирова» ВКонтакте. То есть ВКонтакте напишите его. И через 2 недели, 2 апреля, мы будем определять победителя по наибольшему количеству лайков. У нас, кажется, звонок, или мне показалось? Есть у нас звонок? Есть. Саша, давай общайся. Привет. Как тебя зовут? Витя. Сколько тебе лет? Восемь. В какой школе ты учишься? В 70-й. В 70-й. Витя, а у тебя есть домашний питомец? Нет. Нету? Ни кошки, ни собаки, никого нет? Нет. Давай ответ на вопрос. Зачем кошки усы? Это ее обоняние. Обоняние? Она чувствует опасность. Это Ами. Так, давайте подключаться. Давайте будем обсуждать. Ответ. Ответ. Мысли в правильном направлении. Ответ не правильный. В направлении в правильном, да. Оно немножко сформулировано. Да. Ну можно я скажу слово антенна? Такая своеобразная антенна, наверное, да? Да. Ева. Кот, у тебя антенны вместо усов. И много. Для осязания. Ева. Ну, так какой правильный ответ? Для осязания. Для осязания. Для осязания, да? Он сказал, для обоняния. Для ориентации. Для ориентации пространства. Сами кошка ощупывает предмет так же, как и мы кончиками пальцев. С помощью усов кошка может определить диаметр отверстия, пролезет она туда или нет. Ну, в принципе, да. В этом направлении мы размышляем вместе с Витей. Витя, мы тебя поздравляем. Витя, что ты хочешь получать в подарок? Это кинотеатр. Кинотеатр Киномакс, да? Да. Подарок кинотеатра Киномакс. Есть у нас еще? Не разыгран? Да. Хорошо. Билеты в кинотеатр Киномакс тебе достаются. Клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница объяснит тебе, как эти билеты можно забрать. Да хватит уже мелко. А давайте следующий вопрос зададим сразу. Саша. Задашь вопрос нашим слушателям? У тебя сложный вопрос наверняка сегодня. Какие звери, кроме кошек, из ряда кошачьих, нужно набрать, нужно хотя бы два. Животных, да. Так, 211-101, внимание, ждем ваших звонков. Назовите, пожалуйста, ну как это говорится, животных представителей семейства кошачьих. Желательно не льва, потому что льва все называют. Хорошо. Не менее двух, кроме льва. Да. И кроме кошки, соответственно. Да. А давайте про кошачьих немножко поговорим. Ведь вид, вид правильно, да, говорит или как? Кошачье семейство. Семейство, да. Насколько давно оно живет вообще на Земле? Это одни из самых, наверное, ведь... Самые древние. Самые древние, да. Одни из самых древнейших животных, да. И представителей очень много. Нет, ну как самые древние животные больше? Сказать, самые древние млекопитающие. Млекопитающие. Динозавры — это животные. Ну динозавры млекопитающие. А известно, как человеку удалось приручить, наверное, кошку. Так происходило. Они же были... Адаптировать. Адаптировать, да. Они же в дикой природе существовали. Вообще домашняя кошка когда появилась? Давненько? Давно. Наверное, со времен еще этого древнего Египта. Когда первые кошки вообще появились, как проводники. Проводники людей, которые умерли в мир иной, чтобы их вместе. Вот с тех времен они стали адаптировать люди, соответственно, кошек к себе. И потом стали их уже приучать таких милых домашних, пушистых, чтобы они их добыли. И выводить какие-то новые искусственные породы. Но милые — это правда. Кошку можно вывести из себя? Можно. Легко. Легко. На хвост наступить. Банально, да. Соответственно, что не любят кошки? Как нельзя с ними обращаться? Что нельзя делать? Нельзя ничего в морду пихать. Нельзя грубость. Даже не перебивайся. Грубость. То есть кошки очень не любят ласки. Есть такое понятие — кошка сама по себе. Вот если кошка с характером сама по себе, то лучше, в принципе, к ней не подходить и не трогать. Если она не дается на руки, если она не ручная, то тогда любое ваше движение в ее сторону может восприниматься как агрессия. Потому что она будет считать, видеть в вас рога. И поэтому может защищаться шипением. Царапаться, кусаться. Царапаться, кусаться. Шерсть они так становятся на дыбы. И поэтому это защитная реакция. Давайте дадим рекомендацию, возможно, нашим слушателям, которые сейчас подумывают о том, чтобы завести кошку. Какую породу посоветуете в плане дружелюбия к человеку, в плане ласки? Или, в общем-то, вне зависимости от породы, все кошки настроены на это? Чтобы не соинравные были. Здесь зависит от породы. Все породы разные. Британские — они плюшевые, добрые. Майкуны. Такие медлительные. Медлительные, да. Но вот они именно сами по себе. То есть они захотят — подойдут, их погладят. Не захотят — они не погладятся ни за что. У нас звонок. Ничего, ничего, успеем принять. И есть, например, порода майкун. Очень спокойная, уравновешенная, фолигматичная, такие статные. Ребята, вы знаете, как выглядит майкун? Вы знаете, какую породу майкун? Минькун? Нет. Не знаете? Это самая большая ведь? Самая большая, да. И одна из самых дорогих. Персы сфинкс и очень своенравные, очень с характером. Сиамцы тоже считаются с характером агрессивными. А я люблю сфинксов. Да, они очень милые, когда их можно гладить, потому что нет шерсти. А остальные там уже по вашему желанию, как посмотреть? Саша, у нас слушатели есть. Давай, приветствую. Здравствуй. Как тебя зовут? Алло. Как тебя зовут, Паша? Вика. Вика? Сколько тебе лет? Шесть. Ой. Что-то я не припомню, чтоб нам шестилетние девчонки Какой садик ты ходишь? Дельфинчик. Дельфинчик. А у тебя есть домашнее животное? Кошка, собака? Нет. Нету? А у папы, мамы, наверное, ты просишь, чтобы появилось? У бабушки. У бабушки. То есть, возможно, в ближайшее время у тебя какой-нибудь домашний любимец появится, да? У меня черепашка. Так, Саша, напомни вопрос. Какие звери, кроме кошек, из семейства кошачьих? Кроме льва и кошки. Давай ответ. Еще раз. Рысь. И еще кто? Пума. Правильный ответ. Я думала, назовут как все, рысь и тигр, но рысь и, по-моему, это даже как-то... Слушай, Пуму вспомнили, да? Есть такая марка Пума, у них рюкзаки прикольные. Так, что ты хочешь получить в подарок? Я хочу получить волшебное колечко. Волшебное колечко? Билеты. А, билеты. Так, есть у нас такое? Да, есть. Теперь уже нет. В театре на Спаске. Ты молодец, я не делала правильно. Не клади, пожалуйста, трубку, сейчас тебе объяснят, как эти билеты можно забрать. Так, продолжаем разговор. А я и забыла про Пуму. Тимо, Тимоша, ты устал? Нет, он даже не смотрит на меня. Ему интересно. Другое. А вот про усы как раз вопрос был, Ева задавала. А еще благодаря чему кошка ориентируется в пространстве? Еще есть над бровями точно такие же усы. Видите, да? Усы над бровями? Да, да, вот такие же длинные. Ну, назовем их усами, антенночками. Глаза, нос, уши. Ну, плюс лапки, если вы обращали внимание, они у них... Подушечки. Подушечки тоже для них это орган. Сориентироваться в пространстве. Ну и все. Основные органы обоняния, осязания, чувства. Что обязательно должно быть в доме, в квартире, для того, чтобы кошка себя комфортно чувствовала? Когтеточка. Когтеточка, лоток. Обязательно еда. Бой. Забота и внимание. Самое главное и ласка. Независимо, в каком вы настроении приходите домой, вам всегда рады, вам всегда встречают. И вы должны все равно тоже это внимание уделить своему питоку. Они встречают, что обозначить то, покорми меня. Ну, не все, не всегда. Кстати, сколько нужно кошку кормить раз в день? Взрослые кошки, они обычно могут раз в десять подойти, брать по чуть-чуть. То есть нужно, чтобы постоянно что-то там присутствовало? Да, еда какая-то. Собаки обычно два раза в день, а у кошек они чаще подходят. Ну, собаки, вот, они могут приветствовать хозяина не только, чтобы покормить меня, а кошки более своенравные. Дима, ты что-то хочешь спросить? Нет, не спроси, интересную историю тоже, вот, про кота и когтеточку хочу рассказать. У мамы знакомый кот все время точил когти об мебель. Купили ему когтеточку, а он все равно об мебель точил. Тогда эту когтеточку плили валерьянкой, теперь кот лижет. Да, есть еще кошачья мята специально, тоже ей можно мазать, да, и тоже привлекают, тоже точат. А, кстати, вот эта история про валерьянку, почему считается, что коты и кошки вот так неравнодушны, мягко говоря. Специфический запах, если вы когда-то... То есть для человека это вполне обычный такой запах, а для них это вот что-то такое вау. Они пьянеют. Пьянеют. Они реально пьянеют, они катаются, они валяются, и на них она успокоительным действием ни в коем случае не обладает, а наоборот немножко даже возбуждающий. Поэтому для них валерьянка это как возбуждение идет, наоборот. Допинг? Допинг. Давайте у вас с собой валерьянка, давайте попробуем. Нет, не будем, Тимоша экспериментировать. Я думаю, Тимоша не нуждается в этом, он и так спокоен. Вот ты у нас кот, мы тебе проэкспериментируем. Слушайте, я смотрю на часы, у нас время очень быстро-быстро бежит, а мы ведь еще сегодня хотим и про собак тоже поговорить. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем музыкальную. Сейчас у нас будет песенка, так неожиданно вот я ее подобрал, но она будет про рыжего кота, так что посвящается нашему усатому гостю в студии. Давайте немножко поддохнем. Двезды спят на крышах, дети спят в кроватах, крыша кот Мурлыка вышел на гарниз, у него на лапах белые перчатки, у него на шее белые киски, вместо микрофонок Мурлыка вышел на гарниз, а песенка не новая, но зато своя. Кис-кис, мяу, попришься музыка, кис-кис, мяу, попришься слова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Да не новая, но даже моя. Кис-кис, мяу, вот и вся музыка. Кис-кис, мяу, вот и все слова. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. Продолжается программа «Открывашка на часах» от 10.33-34. Еще раз напомню, кто у нас здесь в студии. Дима Рябов, Саша Копылевич, Ева Кравцова. И у нас сегодня здесь Роза Орлова, главный ветеринарный врач клиники «Биосфера». Ну и, конечно же, Тимоша. Тимоша замечательный, пушистый, длинношерстный кот. Я сейчас у него в перерыве прощения попросил. Тимоша, извини, что мы сейчас будем говорить уже о собаках все-таки. Так, я предлагаю сразу же задать вопрос следующий. Но перед этим, Ева, я тебя попрошу напомнить, что у нас еще есть в розыгрыше. У нас книжки, да, есть? Давай, давай. И билеты тоже. Повторяйте. Книга «Все о кошках», справочник умного хозяина, детская энциклопедия собаки, энциклопедия «Животное России», энциклопедия для любознательных «Что, зачем и почему», холливеб, щенок сид или лучший трюк. Также приглашение на семейное посещение собачьей деревни в Махнатии. Ну, еще у нас такой есть супер-приз. По наибольшему количеству лайков. Так что вы туда тоже заглядывайте. И те стихотворения, которые вам понравятся, ставьте лайки. Да, Дима, Саша. А если я напишу стихотворение? Да, пожалуйста. Тоже можно. Пожалуйста, конечно. Саша? Можно немного спойлеров? Что-что? Я был на авиатском квесте, там очень интересно. Очень интересно? Да, я читал, это занимает где-то не более часа, да? Да, час. Час примерно. Ну, нет, там, смотрите, там три комнаты, и нужно будет в каждой комнате. Там прошлое, настоящее и будущее. А, и там смысл такой, что если там что-то не успеваешь, то меняется. Видимо, всегда в прошлом. Да, там нужно... Будущее меняется или прошлое меняется. Я сейчас не буду рассказывать. Ну, хорошо. Нет, там просто три комнаты, там проходы есть, сундук, шкаф. Ну, в общем, интересное что-то. Ты смог выбраться из прошлого. Я, да, из прошлого. Что выбраться, там надо часы перевезти. В общем, интересно, увлекательно. Чтобы очень открыть тунду. Советуем участвовать. Роза, раз уж мы перешли к собакам, считается, что кошки и собаки друг друга, ну, просто вот не переваривали. Любят, любят. Это правда или... Нет, это не правда. Не правда? Наш современный век, можно всех приручить, приспособить и прижить друг с другом. Наврали. Ты что-то хочешь сказать? Да. Спросите, что? Если кошка с собакой с рождения живут вместе, то они как бы будут дружить. Молодец, умница, да. То есть, в принципе... Если мы одновременно завели котенка и собаку, то они живут как брат и сестра. То есть, в принципе, в доме могут быть и кошка, и собака, и они вполне себе сосуществуют замечательно. Сосуществуют. Есть исключения из любого правила, поэтому может быть, но такие случаи могут. Так, секунду. Давайте сейчас Роза задаст вопрос. Да? У вас есть еще вопросы? Нет вопросов? Хорошо, тогда будет задавать... Дим, ты давно... А, Ева, Ева у нас будет задавать. Я еще ни одного не задала. 211. Про кошек? Да ничего, можно про кошек. Я еще ни одного не задала. Какой запах кошки ненавидят? Ага. Мы говорили о том, какой они запах любят. Валерьянки. Да, а какой они ненавидят. Так, не проговоритесь, ребят, ладно? Даже я не знаю ответа. 211. Какой запах кошки просто-напросто не переносит. Вот не переносит и все. Так, про собак. Ладно, продолжаем дальше. Остановились на том, что кошки и собаки, в общем-то, вполне себе могут ужиться. А вот считается, что кошка, если уж там дойдет до драки, то она как-то все равно преимущество ее. Это правда? Это правда. Кошке преимущество. За счет ее когтей, за счет ее быстрее реакции и сообразительности в этом случае. Поэтому кошки, да, они более лежат. Я помню, как ты видел собачонку с разодранным носом. Это, видимо, последствия. Последствия. Да, встреча с кошкой. У нас звонок. Так, у нас звонок. Ева, приветствуй нашего слушателя. Здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Света. Света? А сколько тебе лет? Восемь. Есть ли у тебя кошка или собака? Нет. Нету, да что? Черепашка? А в какой школе ты учишься? В петербургском лицее. Интересно. Какой ответ? Я еще хочу спросить, а тебе кто? Ненавидеть запах апельсина и лимона. Ева? Да, правильно. Правильно. Получается, можно взять... Цитрусовые? Цитрусовые. Почему? Поясните. Они не любят запах. Цитрусовые резкие. Поэтому иногда это средство используется в антикодинах. Вот для того, где они ходят, ненужные места. Можно как раз апельсином потереть, лимоном. А можно корочки положить. Можно корочки положить, да, молодец. Очень раздражающий запах. Они чихают, могут там просто убежать. Поэтому, да, действительно, да, мы знали ответ тогда. То есть резкий запах цитрусовый, учитывая то, что все-таки очень чуткое обоняние. Берем сок, все соком этим обмазываем. А соки не такой резкий уже. Как непосредственно. Так, Света, да, Света, что ты хочешь получить в подарок? Я хочу книгу Холли Веб. Холли Веб. Холли Веб. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку, тебе объяснят. Сейчас подскажут, где эту книжку можно забрать. Она тут в студии. Логично продолжаем, да. Если уж мы о собаках говорим. А какой запах ненавидят собаки? Учитывая то, что у них обоняние тоже очень. Запах кошек. Запах кошек. Запах кошек. Запах кошачьей мочи. Кошачьей мочи? Ну, да, неприятный, резкий запах. А у собак не так ярко выражено, что прям любят какой-то или нет. У них нет. Просто может какой-то резкий, острораздражающий, освежитель, может духи резко пахнущие. Я как-то читал историю о том, что собаки прям очень не переносят и прям боятся запаха медведя. Это запах дикого животного. Дикого животного. То есть любого дикого. В принципе, любого дикого животного. Получается, если с собакой волка поселить, то собаки будут. Но волк же тоже к семейству собачьих. Одно если он где-то дальний родственник и сородич, поэтому к волку может более благосклонный. А медведь это уже как будет. Так, вы ведь подготовили некие сообщения. Да. А можно я задам вопрос? А у тебя сообщение-то есть у тебя? У меня вопрос. Вопрос нашим слушателям? Да, нашим слушателям. Хорошо, давай. 211-101. Почему дворняжка умнее обычной домашней собаки? Почему дворняжка умнее обычной собаки? Породистой собаки. Да, породистой. Не подсказывать обоим. Наверное, не только умнее, почему она более выживаема, приспособлена к окружающей среде. Да не подсказывайте мне. 211-101. Ждем вашего звонка, ребята. Почему дворняжка вот именно так лучше в этом отношении, чем породистая собака? У меня с собой сообщение. А, сообщение? Давай. Да. Собака это домашнее животное. Одно из наиболее распространенных наряду с кошкой. Животных компаньонов. И она произошла от волка. От волка? Да. Ну, наверное, все-таки в природе существовала дикая собака изначально. Дикая собака. Дикая, а потом уже человек ее приручил. И волка тоже. И волк тоже. Ну, сначала приручили волка, потом дикую собаку, и потом уже получили домашние собаки. Волка приручили? Сначала волка. Волка можно приручить. Да, возможно. Ты считаешь? Возможно. Если волк тебя не съест... Сейчас. Я бы на твоем месте, Саша, обходил стороной. Я бы... Волчье логово. Все-таки волк... Кстати, есть порода собака... Как ее зовут? Волкодав. Собаковолк. Нет, собаковолкодав. Волкодав. Есть волкодав, а есть собаковолк. А как она выглядит? Вы знаете собаковолкодав? Не знаю. Ну, это, видимо, что-то большое. Она большая. Волкодавы огромные и худые. Худые. Собаковолки черные и похожи на волкодавы. У нас звонок. Привет, как тебя зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Вика. Вика, повторись, пожалуйста, громче. Говори, чтобы мы тебя слушали. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Где ты учишься? В каком школе ты учишься? В 10-й. А есть ли у тебя домашние питомцы? Нет. Нет. Сегодня все звонят из питомцев. Никто из звонящих ребят почему-то? Нет, у Светы черепашка была. Черепашка? Да. Ты хочешь ответить на вопрос? Моя черепашка. Да. И какой же ответ? Дворняшки, они намного умнее, потому что у них нету хозяина. Им все приходится делать самим. Отчасти, да, но... Слушай, в интересном направлении, да? Отчасти, да, но вот не совсем точно. Ну хорошо, но подскажи. Ну да, у собак, дворняжек гены смешанные, потому что у породистых собак гены одни из породы, а у дворняжек смешанные гены, и это дает им более ум, более умнее они становятся. Ну и инстинкт это тоже, да, потому что еду добывать надо самим. В общем, замечательно. Мы засчитываем этот ответ. Что бы тебе хотелось в подарок получить? Ну, видимо, книжка уже, да, какая-то? Мне бы хотелось получить книжку, которая про трюк. Про трюк? Я уже Света взяла. Подождите, мы уже разыграли ее. Слушай, у нас есть книжка «Все о кошках», есть энциклопедия о собаке, еще есть энциклопедия о животной России. Энциклопедия для любознательных. Кто, зачем и почему. Про кого ты хочешь? Про кошек или про собак книжку? Я хотела бы про собак. Про собак все-таки. Детская энциклопедия «Собаки», да? Хорошо, все, не клади, пожалуйста, трубку. Тебе сейчас пояснят, где эту книжку можно будет забрать. Так, кто еще хотел рассказать про собак-то? Саша, ты все рассказал? У тебя такой большой лист перед тобой сейчас находится. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты не читал, а пересказал все-таки то, о чем там написано. Я не учил. Не учил? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Может, Ева подскажет? У нее кошки. Эй-яй, кошки. У тебя про кошки. Хорошо. Ну, давайте тогда все-таки специалиста Розу Орлову тогда будем спрашивать про собак. Как и про кошек я спрашивал, да? Какие породы наиболее к человеку расположены собак? Или в целом собаки тоже? В целом по собакам ситуация сложнее, потому что пород больше. Разнообразие от маленьких, зависит от размеров, соответственно, до больших. И здесь уже будет играть роль квартирный вопрос. Большую собаку в квартиру не возьмешь уже, поэтому здесь уже ограничение будет по размеру. У нас большая собака, ну, вельштерьер, как и Рдель, но она в квартире. Вельштерьер — это щенок Рделя, ну, по размеру щенок Рделя, а она в квартире живет. Ну, значит, у вас большая квартира, и вам не тесно всем вместе жить. Или у него квартира своя. Или у него, да, своя водка есть. У него гнездо есть. Ева, ты что хочешь спросить? Нет, я хочу сказать, что доберманы очень любят детей. Доберманы очень любят детей. Они часто родителей к детям не подпускают. Так, еще бы вспомнить, как выглядит доберман. Худой, черный. Худой, черный, такой статный. Да, да. Хочу добермана, все. Ну, доберманы сейчас не так популярны, очень редко крайне встречаются. Сейчас больше маленькие. Чихуай, Йорки, Той, Чики. Кстати, карликовый пинчер. Карликовый пинчер, это тот же мини-деберман. Да. У меня Йорков. Я очень Йорков люблю, у меня есть Йорк. Какие-то общие подходы к содержанию собак, в чем они нуждаются? Как кормить их? Как ухаживать? Ну, кормить принцип тоже... Кормить тоже принцип, как и у кошек, это все равно основное это мясо, источник белка и основной, и углеводы каши, и также кисломолочное можно немножко, и корма, по желанию владельцев, пожалуйста, корма, тоже супер премиум. Мы сейчас говорили про тех маленьких собак, мне не очень нравятся маленькие собаки, потому что изначально собаки были выведены, чтобы охранять дом, и эти маленькие собачки подойдут, натягивают и ничего не сделают. А так, если собака большая, то если в дом кто-то заберется, то ему плохо будет. Я хочу рассказать... Она может пустить в дом, но потом не выпустить. Я хочу рассказать интересный факт, как люди подружились с собаками. Мне дедушка рассказывал, потому что когда пещерные люди еще были, вот собак... То есть дедушка помнит у тебя еще пещерных людей? Пещерный человек у Димы. Нет. Продолжай. Просто про время и деньги. Смешно. Решили... Вот собаки... Ну вот, люди думают, что собаку надо все время кормить, и пользы от них никакой не будет. И вот они ночью ложились спать, и вот если враг подойдет, медведь, собака гавкает на него, и люди поняли, вот полезно охраняет. Охраняет, да. Мы их лучше подкормим, а они нас будут защищать. Да, да. Пещерный доминант. А еще они с ними, когда охотились, то собака, она же такая толстая, как человек, она могла пролезть в какие-то места. Ну это специально охотничьи породы. Специально охотничьи, у которых бедный хвост, если они встанут в ныре, чтобы за хвост вытянуть, да. Такса, кстати, такса этим занимается, да? Такса, несмотря на то, что она такая маленькая, вроде и безобидная, но она все-таки может охотиться. Может, но сейчас домашние в основном таксы уже. Такса-сисочка. Так, подождите, ребят, вот Ева, что у нас. Я просто хочу сказать плюс маленьких собачек, если ты очень любишь собак, то вот маленькие собачки живут дольше. Это правда, это правда, маленькие собаки, они по продолжительности дольше, да. А вообще от чего зависит продолжительность той же жизни собаки? Это правильное питание, да? Условия, регулярные прогулки, свежий воздух. Тоже, да, и от породы, например, хасок нужно больше выгуливать, выбегивать, чтобы они свободно гуляли. Маленькие собаки в этом не нуждаются. Кстати, хаски говорят с ужасным характером, они просто-напросто могут разорвать мебель и так далее. Это да, это маленькие щенки, которые еще, да, растут, невоспитанные, детям все интересно. А так они просто их берут как домашние, но лучше их содержать на улице, чтобы они бегали, чтобы не выбегивались. Простите, я хочу напомнить наш телефон, 211-101. И еще... Вопрос будешь задавать? Нет, пока я в данный момент не буду. И еще хочу рассказать тоже, ну, у моей учительницы раньше было так, ее звали самоварная труба, потому что... Самоварная труба, потому что она была очень длинная. Забавно. Так, у кого еще вопросы остались? У меня. Поскольку мы назвали номер, это вопрос. У тебя тоже дали. Каких профессий собаки бывают? Минимум две профессии. Так, 211-101. Ну, наверное, это как-то по-человечески уж, да, каких профессий, но где собаки могут помочь человеку, да, выполнять его обязанности? Да, где они работают наряду с человеком. Да, да. Хороший вопрос. 211-101. У нас еще есть книжки. У нас, кстати, есть еще... Ева, вот мы забыли это озвучить. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Все логично. Мы про собак говорим, и приз у нас тоже вот такой. Я была в Махнатии, там собаки ходят, тебя лижут. Лижут? Да, у них свободная среда обитания, делают, что хотят. Там еще есть комната с кошками, недавно добавили. А там много пород. Да, и там какие породы? Там, я не знаю, но их продают по 10-12 тысяч рублей. А твоя любимая порода какая? Звонок, звонок, кажется, звонок. Бульдог, французский. Французский бульдог? Нет, я не люблю. Интересно. Интересно. Я всех люблю. Они просто черненькие, такие маленькие, ходят, лежат постоянно, добрые, еще лежать любят. Звонок есть у нас? Нет. Я хочу сказать... Звонок есть? Да, ну, Звонок, я хочу сказать то, что я дома как в Махнате, меня мелкая все время лижет. Мелкая это... Это риер-ширский тиреер, она меня все время лижет, так что я дома как в Махнате. Ева, давай, приветствую нашего слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Коля. Сколько вам лет? Десять скоро будет. А в какой школе ты учишься? Вальская гуманитарная езна. У тебя есть собака или кошка, или другой какой-то? Ну да, есть собака. Витомец, как зовут? Альфа. Альфа. А какая она порода? Вальштериер. О! Как у меня. Ясно. Ну, вам надо познакомиться, да? Обязательно. Девочка или мальчик у вас? Девочка. У нас тоже девочка, так что знакомиться не надо. Да почему? Хотя бы пообщаться, чтобы вместе поиграли. Так, Ева, что хочет выбрать у нас? Ну, ответ на вопрос. Я, если есть, профессия собаки-спасатели. И? И собаки, которые помогают в уходе, охотничьи собаки. Да. Ну, охотничьи собаки, это не профессия, это больше порода. Ну, в принципе... Ну да, но он может ещё... То есть свой охотничий инстинкт собака реализует. А ты можешь ещё какую-нибудь профессию назвать? Вот там... Собаки-врачи. Ну, ещё... Дима, что ты не сёшь? Собаки, которые помогают, ну, например, военному на границе. А, например, искать, искать какие-то штуки. Да, раньше собаки... Вот, интересный факт, раньше собаки использовались, чтобы лечить людей, они доставляли им аптечку и помогали добираться. То есть собаки-санитары какие-то, да? А ещё и собаки... Вот собака-повод... Вот сенбернары в горах спасали всё время. Да, до калица. И до сих пор спасают. Да. Какой бы ты хотел себя привезти? Да, в общем, это правильный ответ. То есть. А у нас остались книжки. Книга «Всё о кошках», справочник умного хозяина, энциклопедия «Животное России», энциклопедия для любознательных «Что, зачем и почему», приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия». Книжки или Махнатия? Ну, давайте книжки Махнатия уже дома есть. А, понятно. А какую книжку тогда хочешь? Ну, давайте книга «Умного хозяина». «Умный хозяин». Всё о кошках, справочник умного хозяина. Хорошо. Так, у нас остаётся буквально 2-3 минуты. Я предлагаю ещё один вопрос сразу задать. Ева, у тебя есть ещё вопрос, да? Про кошек у тебя будет ещё. Что означает, когда хвост кошки дрожит? Если хвост кошки дрожит, то что это значит? Мяу! Интересно. 211-1. Поторопитесь со своим звоночком. У нас 2 минуты буквально остаётся. Но мы всё-таки возвращаемся к собакам. Пород больше, да, мы сказали? Пород больше, да. Пород больше у собак. Вы знаете, я периодически встречаю людей, городских жителей, которые говорят, ни в коем случае не буду собаку заводить, потому что собаке всё-таки нужно жить на воле, чтобы у неё конура своя была и так далее. Вот как относиться к таким заявлениям? А чихуашкам? Это да, это зависит от породы. То есть если крупная порода, им, конечно, лучше жить на улице, кавказы, овчарки, которые несли бы непосредственно свою значимость охранную службу. В принципе, собака – это вольнолюбивое животное, да, ведь оно… Или всё-таки без человека не обойтись? Собака больше зависит от человека, чем кошка. Больше зависит от человека, да. То есть собака, она зависит непосредственно от хозяина, от того, выгулят, накормит ли он, и, соответственно, настроение тоже будет зависеть от людей. Поэтому собаки очень зависимы. Так, у нас есть звонок, да? Есть у нас звонок? Кева, давай, приветствуй нашего слушателя. Привет. Алло. Как тебя зовут? Иван. Сколько тебе лет? Десять. В какой школе учишься? Двадцать второй. Ответ на вопрос? Мне кажется, что когда кошки махают хвостом, это значит, что они на кого-то охотятся. Нет, не машут. Ответ неправильный. Не машут, а дрожат. Дрожит хвост. Да? Дрожит? А, дрожит. Дрожит, да. Давай вместе ещё поразмышляем. Ева, подсказывай. Что-то нравится там, и они хотят… Правильно, уже близко. Близко? Тепло, тепло. Близко? Горячо. А, может, это когда они, не знаю, что-то хотят? Нет, ты отдалился. Отдалился. Ну, давай, подсказывай, подсказывайте. Ответ его второй… То есть это говорит всё-таки о хороших эмоциях кошки, да? Да, второй ответ был правильный, и то, что кошка любит хвостом. Нет, не совсем. Не совсем. Ну, подскажи ей. Ну, подскажи ей. Это написано. Это самое… Говорить? Да, говорить. Это самое большое чувство любви, которое кошка может выразить. Ну, что, было самое… Ну, было самое… Да, тут сложное ответ такое. Если хвост у кошки дрожит, значит, она такие превеликие чувства испытывает. Кому? А если собака… А если собака влияет, она тоже… Да, да, да. Давайте самый близкий ответ. Так, подождите, что ты хочешь получить? Что ты хочешь получить в качестве приза? У нас книжки. У нас книжки остались. У нас книжки. Энциклопедия «Животные России». Умельное посещение собачьей деревни Махнатье. Так же. Пойдешь? В Махнатье. В Махнатье. Хорошо, отлично. Все договорились. Не клади, пожалуйста, трубку. Я смотрю на часы. Время у нас стремительно утекает. Нам пора подводить… Раз еще два приза. Нам пора под… В том-то и дело, что мы не успели… В том-то и дело, что мы не успели разыграть. Подарите их нам! Да, обязательно. Сейчас мы поговорим уже за пределами программы, кому достанутся эти призы. Ну, так или иначе, эту программу пора завершать. Сегодня мы говорили про кошек и собак. Давайте еще похвалим, скажем, приятные слова Тимоши-то. Тимоша, милая, красивая, оранжевая, добрая. С персидскими корнями, да? Гав! Ты как смотрит признательно. Спасибо нашей гости. Это Роза Орлова, главный ветеринарный врач клиники Биосфера. Ну что, Дима, Саша, Ева, что-то новое ты сегодня вынесли из программы? Нет, мы узнали про кошек, про усы, почему хвост дрожит и что кошки ненавидят. До этого я этого не знала. Больше, вернее, не больше, а не будете никогда кошки подсовывать что-нибудь цитрусовое? Нет. Чтобы не огорчать и не расстраивать. А кошки? А нас нет кошки. Можно быстро вопрос? В перспективе может появиться. Саша, к сожалению, нам пора уже уходить из эфира. Вот время надо соблюдать. Печалька. Печалька. Ну что, я думаю, что мы сегодня прекрасно провели время. Замечательные у нас гости. Мы встретимся, я думаю, ровно через неделю. В воскресенье в 10 утра, в 211-101, ничего не изменится. Будете нам звонить, отвечать на вопросы, получать призы. Спасибо, пока. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».